Это актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте! МОСУСТАР – ежегодный молодежный фестиваль. Это максимальное объединение ресурсов для поддержания смелых целей нового поколения, масштабная площадка для развития ярких талантов, интеллектуального потенциала и практической реализации современных проектов. Для многих участников фестиваля он стал хорошим стартом в реализации творческих планов и ориентиром в определении профессиональной деятельности. Гость нашей студии – один из участников фестиваля. Победитель – Юрий Борисов, руководитель медиа-центра управления медиаполитикой и связей с общественностью Северо-Восточного федерального университета. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте! В 2021 году на молодежном фестивале МОСУСТАР вы одержали победу в направлении журналистика и блогерства. Расскажите о своем опыте участия в фестивале МОСУСТАР. Вообще МОСУСТАР в этом году проводится уже третий раз. Получается, это случилось уже аж три года назад. МОСУСТАР уже, у него есть долгая история, и получается, нам получилось совершить эту историю в первый раз. То направление, в котором я принимал участие, одержал победу, это направление, оно уже традиционное и остается вот уже третий год подряд. Надо сказать, что о конкурсе мы узнали практически случайно. Мне написали сообщение за пару недель до самого конкурса. Сказали, что будет такой молодежный фестиваль, и есть такое направление, в котором можно собрать команду и принять активное участие. Мы собрались с командой, тогда это были две девушки и, получается, я. И у каждого из нас была сфера ответственности, как у любой, по сути, команды профессионалов. Это фотограф, корреспондент и видеограф. Надо сказать, что в следующем году, уже в 22-м году, это немножко поменяли, и получается, каждый год это все происходит по-разному. В том году были такие шикарные призы, допустим, это были айфоны, макбуки, айпады и так далее. И у нас был такой, надо сказать, задача творческая или немного такая практическая – заработать себе айпад за короткое время. А это, надо сказать, такие большие деньги, да? И мы поставили себе цель одержать победу и пришли в Республиканский медиа-центр, Саха-Медиа. Надо сказать, что помимо самого конкурса, нас еще там и обучали, да, нашим творческим компетенциям, соответственно, как вести себя в кадре, как, может быть, монтировать и так далее. Тогда были активные, хорошие такие федеральные эксперты принимали участие, получается, подключались по телемосту с первого канала и так далее. Это была такая хорошая предпосылка к тому, как нам надо вести, как нам сделать наш проект. И в чем стоял такой замысел, да? Наша задача была сделать сюжет на 5-6 минут за, по сути, 2-3 часа, да, которые нам было отведено на определенные кейсы. В том году был кейс, это столетие республики. Соответственно, в тот момент у нас ремонта проспекта Ленина не было, оно еще не было начато. И мы подумали, что можно было бы этот сюжет раскрыть в контексте такого территориального определения, самоуправления и так далее. То, что у нас было 100 лет назад, этот вопрос стоял перед нашими лидерами, Исидором Бараховым, Максимом Кировичем Амосовым, Платоном Аюнским и так далее. Соответственно, все эти картинки нам сразу же пришли в голову, нам сразу же пришли в голову вот сюжеты уже в формате фотографии люди в национальных костюмах, какие-то национальные праздники и так далее, и так далее. И нам получилось сделать это. За 2 часа мы создали такой хороший сюжет, и нам сказали, что почему мы победили, уже когда анализировали наши сюжеты. Мы это все рассмотрели не только в контексте истории, как это было сделано у других наших представителей. У нас была часть историческая и часть современная. Это территориальное развитие, в данном случае, нашего города Якутска. Нам хотелось рассказать нашим людям. Мы же представляли себя, как вы, новостниками. Мы хотели показать сюжет о том, как у нас становится город лучше. То, что он к столетию Якутии преобразится. У нас произойдет ремонт площади Ленина и так далее, и так далее. Соответственно, у нас этот сюжет получился. Я думаю, я перед этим сюжетом, перед этим интервью как раз-таки просмотрел наш сюжет трехлетней давности. Я говорю с уверенностью, что то, что мы там говорили, то, что сейчас произошло в прошлом году, к столетию республики, с ремонтом проспекта и так далее, мы, по сути, рассказали то, что уже случилось. А это самое важное в журналистике. Ну, то есть, получается, сюжет получился как песня, да, как из песни слов не выкинешь, да? Ну, то есть, идеальный сюжет, который, в принципе, нечем уже и дополнить. И вы смогли предвидеть будущее. Она вообще... Юрий, как вы считаете, почему молодежи нужно принимать участие вообще в подобных фестивалях, мероприятиях? Вообще, у нас правительство республики активно занимается проведением подобных больших мероприятий. Да, это республиканская деловая игра «Министр», которая превратилась в таланты Якутии, а также вот «Мусу Стар» и большое количество мероприятий для школьников и так далее. Я считаю, что такие мероприятия уже доказали свою такую прямую цель. Это кадрообразование и создание хорошего будущего для нашей республики. РДИ-министр показал себя как хороший кадрообразующий проект, в котором я тоже принимал участие. В 2019 году со мной принимали участие Петр Шрамаев, который стал чуть позже министром уже молодежи, да? То есть, это показывает, что вот такие мероприятия, они приводят к определенным, конкретным результатам. А «Мусу Стар», ему только три года, соответственно, надо понимать, что за три года таких результатов просто так взять и считать невозможно. Ну, вот я сижу, да, как если три года назад я был студентом, сейчас я являюсь руководителем структурного подразделения, которое занимается продвижением университетов, в котором учатся 19 тысяч студентов, да? По сути, это очень важное мероприятие, надо сказать, да? И это приводит к вот таким вот результатам. Это хорошие данные для резюме, хорошие данные для вашей будущей профессиональной деятельности, доказывающие вашу определенную компетентность. И надо сказать, что эти конкурсы, они прозрачные, они определяют в действительности, кто является кем. Потому что, надо сказать, что и в 2019 году, когда я участвовал в министре и победил, да, и в 2021 году, когда я был участником «Мусу Стар», мы не знали, что мы будем победителями. У нас конкурентами были, надо сказать, большие профессионалы, которые, с которыми, находясь в одном помещении, ну, становится неловко, да? Ты понимаешь, что они, скорее всего, тебя победят. Но так случается, что вот такие люди, как я, о которых республика, по сути, не знает, они становятся победителями подобных мероприятий. И это, по сути, акселерация кадров и их, по сути, реализация в такой вот профессиональной плоскости. Ну, вот вы рассказали, что вы прошли через два крупных конкурса. В них же победили и достигли определенного результата, заняли серьезную должность. Вот расскажите о работе медиа-центра Северо-Восточного федерального университета. Вы над такими проектами сейчас работаете, вот со своим опытом. Медиа-центр университета и в целом университет, он, по сути, занимается... Это большая образовательная организация. И у нас цель – это привлечение абитуриентов, да? Но надо сказать, что университет, он у нас главный университет в республике. Он первый университет республики. И поэтому у нас есть такая социальная миссия, да? То есть, в первую очередь, в медиа-центре, когда я пришел работать, мы, по сути, основали этот медиа-центр. С 2021 года он существует. И у нас стояла цель – это научная популяризация и вообще просветительская работа населения нашей республики. Благодаря этому, этой нашей социальной миссии, которой мы, на самом деле, могли и не заниматься, мы делаем проекты, которые рассказывают о науке в республике через наших экспертов, через наших ученых, через наших профессоров и так далее. Население и наше общество, оно привыкло думать, что наука и так далее, оно делается где-то в Великобритании. Британскими учеными доказано и так далее, да? На самом деле, это давно уже не так. Наука, она глобальна. Ее можно делать не только там, находясь в Москве, в Новосибирске и так далее, в республике, в университете. Университет является сейчас крупнейшим научным центром, не только образовательным. И наши достижения в науке, они достойны внимания, я считаю. И важно понимать, что те эксперты, которые сейчас у нас работают, которые преподают вашим, нашим студентам, они являются такими крупными и конкурентоспособными. И наша цель стояла вот в разных научно-популярных форматах, формате интервью, лекции, каких-то документальных фильмов, рассказать об этом. Помимо этого, университет занимается, наш медиа-центр занимается еще и производством каких-то творческих проектов. Это могут быть какие-то клипы, это могут быть документальные фильмы и так далее. Но самое главное, это все-таки наша цель остается, это продвижение университета и привлечение абитуриентов. Для этого мы делаем имиджевые ролики, для этого мы делаем рекламу, для этого мы делаем прямые трансляции, вот прямо как сейчас, да, с нашими абитуриентами и так далее. Это все теперь с 2021 года может делать сам университет на своих площадках, то есть если до этого не было, сейчас это такой прообраз такого корпоративного телевидения, которое есть там в других университетах. То есть можно смело сказать о том, что участие в конкурсе «Мусустар» помогло вам в творческом развитии, помогло вам, так сказать, на практике понять то, чем вы занимаетесь сейчас. Ну вот, какие вы видите вообще будущие видеографии, вот каковы тенденции сейчас? Да, я молодой, да, мне всего лишь 24 года, надо сказать, и помимо того, что я являюсь руководителем, я пытаюсь оставаться еще и компетентным в своей области, а быть видеографом, как вы спросили. Видеография в республике, она очень сильно развивается. Надо сказать, что видеографии 10 лет назад, по сути, как такой рынка или индустрии, его не было. И с каждым годом, когда люди, фотографы сначала переходили в видеографию, и надо сказать, что эта область, она с каждым годом становится все интереснее и интереснее, и она погружается все глубже и глубже вообще в рынок полностью. В предпринимательство, малое, среднее, крупное, все, начиная от ваших свадеб, от каких-то маленьких и крупных проектов, для всем сейчас нужны видеографы. И видеография сейчас очень сильно развивается. Она, почему это называется видеографией, это, по сути, люди, которые в одном своем лице, они одновременно могут сервисировать, создать, написать сценарий, а также и быть в кадре, может быть, да, смонтировать и так далее. Это человек такой универсал. Это те люди, которые в одном своем лице, они, по сути, весь медиа-центр, да, можно, если так сказать, они могут многое. Видеография сейчас активно развивается, надо сказать, что в 2023 году ее станет больше. В республике очень сильно развита креативная экономика, креативные индустрии у нас в этом году еще более сильно будут развиваться, потому что в этом году у нас открывается еще и креативный кластер. В прошлом году открылся, это первый на Дальнем Востоке, надо сказать, и это показатель того, насколько сильно видеография у нас в республике, и такие креативные индустрии, навыки у нас развиты. Видеография в этом году будет. В этом году у нас очень много будет курсов, экспертов, наставничества среди видеографии, поэтому их будет становиться все больше и больше. И надо сказать, что этот рынок растет экономически, в нем привлекается большое количество средств и денег, и те люди, которые там сейчас заняты, они будут зарабатывать, они становятся конкурентоспособными специалистами, современными и обладающими навыками, которые им понадобятся в будущем. Юрий, ну действительно, видеография будет развиваться, это, можно сказать, деятельность не только настоящего, но и будущего. Большое спасибо за такую интересную беседу. На участникам, наверное, МОСУСТАР. Пожелаем успехов во время участия в этом конкурсе, ну а вам хочу пожелать успехов в вашей работе и реализации всех задуманных проектов. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok